У людей нередко больше страха перед вакциной, чем непосредственно перед вирусом. Хотя я вот часто слышу от своих знакомых, кто переболел, что даже через полгода остаются вот эти вот симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта и со стороны дыхательной системы. Все-таки почему так и как вот найти аргументацию для себя? Ну, на самом деле вот эти страшилки относительно вакцины, которые ходят в народе, они очень легко выцепляются психикой из общей массы, потому что психика наша так устроена. То есть если мы, предположим, слышим, что вот там какой-нибудь там деревне Н, какая-нибудь женщина там от нее умерла, мы непроверенный факт почему-то как бы себе цепляем в голове и начинаем как бы опасаться вакцины таким вот образом. А вирус, как бы казалось бы, ну у меня же много знакомых, кто их там болел, не болел, ну вроде ничего. Но получается здесь мозг как бы работает против самого человека. Вот. И, к сожалению, действительно привитые люди, если вот вы себе просто факты сопоставите, ну нет таких последствий, как от коронавируса у привитых людей. Но вы для интереса собственного эксперимента, вы поспрашиваете реально настоящих привитых людей. У вас, скорее всего, ну там наберется какое-то количество определенное, с учетом массовой этой компании. И просто прям обзвоните, напишите в соцсетях, поспрашивайте, как принесли, и сколько времени прошло и так далее, чтобы у вас была действительно достоверная информация из первых рук, а не вот там, где-то там, в какой-то группе ВКонтакте или где-то еще написали. Это, к сожалению, часто бывает фейковая информация. Есть люди такие, которые вообще ничему не верят, и вот им-то, наверное, тяжелее всего, да, вообще сориентироваться в этой ситуации. Им все время кажется, что их обманут, что тут, что тут. Все равно все будет плохо. Вот как будет? Есть такие люди, которые верят в теории заговора, что все против них. Собственно говоря, да, мир весь против них и так далее. Ну, я обычно таких людей спрашиваю, как бы, ну, неужели вы думаете, что мир вертится вокруг вас, и все прям только думают, как вам насолить в этой жизни. И таким людям, на самом деле, очень тяжело, потому что даже если аргументы идут против их точки зрения, они все равно будут стоять на своем, чисто из принципа, потому что это характер. А были ли в вашей практике люди, которые приходили просто за советом, помогите, помогите разобраться, я и того боюсь, и сего боюсь, и как вот мне быть в этой ситуации? Да, да, у нас вот есть просто, да, горячая линия, поэтому, собственно говоря, иногда звонят люди, которые вроде и хотят вакцинироваться, и вроде и боятся, потому что есть некоторые такие моменты, какую вакцину выбрать лучше, вообще, собственно говоря, какая опасная, безопасная, и, собственно говоря, стоит ли оно того, да, то есть, и обычно разговор все-таки сводится к тому, что вакцинация однозначно безопаснее, потому что в вакцине вирус все-таки, он вышел из лаборатории, он изначально для человека не опасен, не такой, как от человека к человеку, вот уже передается опасный штамм, и он в определенной дозе, собственно говоря, вводится и прочее, под контролем всегда. И какую вакцину выбрать, ну, там их, это уже рекомендует врач, как правило, но если брать спутник, которого, кстати, все по какой-то причине, вот как-то про него пытаются узнать, и про него больше всего слухов, то, на самом деле, как раз-таки оно доказывает обратное, потому что сколько человек уже привилось, и практически все они привились именно спутникам ВИ, и смотрите, у нас и антитела у людей появляются, и, слава Богу, у нас, как бы, по статистике все хорошо.